всем привет сегодня еще один обзор по разряду лучше поздно чем никогда потому что начальный хайп на эту модель я пропустил но с другой стороны за это время бурь и восторгов интернете успели поулечься мнение устояться в общем сегодня поговорим про дуну модель из их линейки studio с и 6 у них там еще есть с и 3 и цифра как ни стран как сложно догадаться означает количество арматурных излучателей на каждое ухо это чистые арматуры но при этом инженеры компании провели много времени тюнингу я их и создавая интересное решение об этом чуть чуть позже упомянул что тут необычного и в общем то получилось модель хорошо звучащая весьма популярная в общем то думаю вы и без меня уже про не узнаете но пропустить я ее не мог некоторые вещи нужно обязательно послушать ну и конечно же рассказать куда без этого стоимость их составляет примерно 550 долларов то есть где-то чуть выше средний чуть выше середины среднего сегмента но в целом дуну последнее время не делают ничего особо дешевого но скажем они решили пойти вот в этот вот сегмент и у них там хорошо удается им оперировать то есть вот зен динамо например были отличные гибриды пользуются популярностью в общем-то и с и 6 стали одной из самых хайповых моделей прошлого года и начала этого так что давайте смотреть на них подробнее анекдот дня сегодня такой купил порнушку решил посмотреть а там только какой-то темный мужик сидит и держится за член потом понял что нужно было телевизор включить упаковка компактная я люблю компактные коробочки но при этом с красивой полиграфии какие-то облака или не даже не знаю что это символизирует то что эта часть похожа на облака на закате а тут уже какие-то галактики и пылевые скопления в общем красивый полуабстрактный узор из интересного характеристики 60 ом импеданса достаточно высоко но при этом чувствительность 115 децибел так что это отчасти компенсируется поэтому в принципе проблем с их раскачкой особых нет меньше чем пол процента гармонических искажений и вот санионовские двойной вуфер две арматуры от ноуз на середину и 2 на twitter все кастомизированное все прям создано специально для этих наушников ну почти все и используется какая-то акрилик не знаю как это перевести ну короче акрил но сделаны немцами не буду шутить про наследие гитлера и все такое внутри коробки находится еще одна обычная традиционная такая картонная коробочка тут чехол в котором какой наверное догадываетесь сами наушники и коробка с дополнительными аксессуарами все вытряхнули практически да гарантии инструкции гарантийная талонина также в комплект входит два сменных штекера пентаконовский и двух с половиной миллиметров и так что тут вот тоже получите этот их фирменное решение со сменными штекерами и это здорово инструмент для чистки адаптер на 6 и 3 миллиметра по-прежнему не понимаю почему они просто не сделали еще один джек и три набора разных насадок по 3 а некоторые даже по 5 пар в общем насадок в ассортименте насыпали немало хороший кожаный чехольчик с очень мягким ходом змейки я уже по-моему отмечал это в обзоре предыдущих моделей от дуну дуну а то периодически находятся шутники которым кажется что слово дуну оно прям смешное штатный провод и сами наушники аккуратно упакованы в два отдельных зиплока для того чтобы а я не знаю кстати для чего вряд ли они прям друг об другом могут сильно повредиться это все-таки не полированный до зеркального блеска зен это классика акрил в общем-то традиционный дизайн форма знакомая всем напоминающие универсальную версию кастомов хорошо садятся в уши компактные размеры все сглаженное поэтому тут проблем с этим не возникает в качестве фейс плейтов используется стабилизированная окрашенная древесина поэтому каждый фейс плейт абсолютно не похож на 2 и не похожи модели между собой на хатфай есть обсуждение некоторые варианты цветов считаются более удачными чем другие я не знаю какие как у меня вот такой вот один желто-оранжевый 2 с небольшими вставками синего мне в целом на внешний вид практически все равно аккуратная цифра 6 тут логотип компании интереснее намного разглядывать внутреннюю сторону этих наушников начинка тут интересное и сделали все их прозрачными не зря тут два излучателя тут излучатели тут излучатели в какие-то провода звуководы но из интересного это вот отдельный вентиляционный порт для вуферов тут используется вентилируемая арматура при этом фильтр для низких частот сделан не электрический а акустический в общем видите тут вот сдвоенная арматура и какое-то акустическое сопротивление тут и так далее при этом здесь какой-то какие-то детали кроссовера вон конденсаторы наверное резисторы есть переключатель который немножечко меняет звук но про него поговорим чуть позже звуковод самый простой средний где-то по длине поэтому звукоизоляция тоже среднее не сделали выступ чтобы насадки удерживать но я так понимаю тут просто никак не получился бы особо три отдельных трубки идут звуководие от каждой частотной полосы отдельные в общем все сделано по лучшим заветам кастом отделание поэтому тут все здорово собраны аккуратно красиво все здорово выполнено тут ни к чему не придраться провод сменный и что забавно используются утопленные двух пиновые коннекторы вот такие вот с углубленным гнездом и вилкой тут кстати выступ небольшой для того чтобы обеспечить правильную полярность но вряд ли кто-то будет тут вообще менять провода потому что штатный шнурочек очень хорош это посеребренная медь где-то средний по мягкости но при этом микрофонный эффект практически отсутствует его гасят заушины которые держат провод красиво сплетен выглядит труш на аудиофильский металлический разветвитель полированный и ползуночек ну и дальше ниже от разветвителя он уже идет до вот этого вот прямого штекера ну а тут все сделано как всегда у дуну если надо его сменить оттягиваем фиксатор и он легко снимается после этого главное посмотреть чтобы совместились вот этот выступ и выемка в коннекторе он обратно защелкивается на место можно легко менять так что провод тут универсальный в плане подключения ко всему чему угодно спасибо дуну или дуну за то что они его положили в комплект не стали экономить на разъемах общем по презентации упаковки комплекту поставки все очень хорошо и отдельно от меня спасибо за то что не стали делать огромную пафосную карабин ну и конечно же самое интересное это звук я их прогревал часов 40 не ждал какого-то эффекта его и не наступило арматура прогревается очень редко и эти не исключение инженеры компании поработали над тем чтобы добиться когерентного звука и плюс достаточно необычные низкие частоты которые звучат где-то так посредине между типичной арматурой и типичным динамиком они более весомые с лучшей массой видимо за счет того что тут используется этот кастомный разработанный с онионом вуфер причем еще и вентилируемый тут есть переключатель который меняет немного тюнинг в первую очередь это касается низких частот потому что если вы включить то н че становятся чуть более глубокими и чуть более массивными но при этом количественно они кстати не меняются практически то есть это не типичный bass boost он их не количественно изменяет а скажем добавляет в них немного больше энергии при этом влияние его достаточно небольшое поэтому в целом мне нравится этот подход когда переключатель не полностью кардинально меняет звука немножечко скажем смещает акцент я его предпочитаю держать в выключенном положении потому что звук получается более натуральным и органичным в целом органичность это наверное главная фишка этой модели в сочетании с очень красивым правильно выверенным тональным балансом и весьма неплохой когерентностью звук отчасти также можно менять с помощью насадок но это уже добровольные эксперименты мне больше всего подошли вот эти вот белые так что именно для них я и буду описывать звук и в положении of держать выключатель возьмем плеер чтобы приводить примеры шанлинг м8 хорошо себя покажет с этими наушниками но про сочетание тоже чуть позже низкие частоты акцентированы но акцент тут сделан ровно настолько насколько необходимо для того чтобы звучание было таким внушительным и основательным но при этом без излишней добавки массы но и опять же это все-таки арматуры конечно у них тут весьма неплохая весомость но это не динамик но другой стороны у них скорость выше чем у динамика в общем это такой попытка объединить лучшие из двух миров и как бы она где-то не посредине вышло а взяли 60 процентов оттуда 60 оттуда получили 120 процентов такого вот сочетания хорошая очень глубина но основной акцент сделан в первую очередь на мид басе как это и необходимо для того чтобы низкие частоты звучали натурально с как все время не могу найти подходящее слово нельзя это назвать акустическими инструментами нельзя это назвать настоящими инструментами в общем те инструменты у которых есть реальное представление в реальной жизни они сэмплированы низкие частоты в целом электронная музыка тоже звучит с ними весьма неплохо потому что тут есть и вес и достаточно выверенный акцент но при этом не сильно большой поэтому в принципе наверное электронную музыку с ними слушать можно если допустим как у меня она там иногда встречается в медиабиблиотеке но в первую очередь на по моему эти наушники созданы именно для всяких акустических инструментов там ну и не только акустических а электрических но натуральных потому что вот эти вот мелкие нюансы обертона всякие сложные вот эти вот составляющие они отыгрывают здорово и обеспечивают очень классный градус реализма ну и в общем то весьма ожидаемо в качестве примера низких частот взял я музыку нуду musica nuda banda larga их альбом с дополнительными музыкантами трек libera и это прекрасно контрабас звучит очень реалистично очень рельефно очень естественно причем без излишнего его подчеркивания скажем без увеличения его размеров как многие модели иногда делают а он очень правильный по размерам и плюс очень классно вокал петры мох петры мох они звучит именно так интимно проникновенно эмоционально в общем очень красиво строит наушники баланс и это их очень сильная сторона низкие частоты натурально естественно плавно перетекают средние когерентность тут тоже на очень хорошем уровне и в целом это стали более-менее добиваться этого все производители какой по крайней мере хорошие которые тюнингуют звук так что тут стыки драйверов очень мало заметны и вот что тоже отдельно хорошо ушла эта мода которая там превалировала лет пять назад когда там было если у нас гибриды если у нас арматуры значит нужно сделать середину там максимально детальный с фокусом на микро контрасте и выдать там максимальное разрешение потрясти пользователя количеством огреха в записи часть этого стали уходить и тут разрешение хорошая но без фокуса на микро контрасте которые дают эту нездоровую аналитичность бедной без излишнего разгона макродинамики и эмоции без попыток добавить какого-то веса от себя и без попыток что-то сглазать в общем очень сбалансированы средние частоты может быть чуть-чуть сдвинутые в сторону микро контраста но очень немного тут для того чтобы сделать просто ясные красивые детальные средние частоты с хорошим очень разрешением и так далее при этом критичность качеству записи чуть выше среднего то есть они не пытаются вытянуть всякие мелкие огрехи и проблемы с записью просто скажем нужны к нужны качественный материал для того чтобы они могли раскрыть весь свой потенциал а на качественных записях они себя показывают просто прекрасно там и детальности эмоциональность характер инструментов телесность вокала все вот это вот сделано на отличном уровне воображаемая сцена больше средней в глубину и ширину до флагманов не дотягивает но одна из лучших в своем сегменте но в целом последнее время в этом в сегменте там читать 400 до 700 долларов пошли модель у которых со сцены все практически очень хорошо настолько насколько это возможно так что скоро может быть мы придем к тому что сцена не будет каким-то главным критерием выбора хотя на самом деле она и сейчас уже не является потому что большинство современных моделей по этому параметру хороши насколько вообще позволяет физика и психоакустика и в качестве примера для средних частот нет плейлисты вот пример для средних частот но зерн кингс сборная финля сборная скандинавии по металл вокалу лучшие вокалисты прекрасные каверы классических треков в принципе был шикарный проект супер группы они выпустили два альбома первый просто отличный второй как-то вот резко сдал по качеству и после этого проект свернули не знаю хотелось бы может быть чтобы они еще когда-нибудь собрались но наверное не судьба в общем кавер на классику прекрасная оркестровка и шикарнейший вокал как главная центральная составляющая этой композиции и наушники эти великолепно это отыгрывают справляясь и с тем и с другим на очень здоровском уровне благодаря тому что у них очень достоверная тембральная подача получилась и выверенная и верхние частоты они немного больше среднего по протяженности но не сильно не стали делать их супер протяженными вот сделали протяженность вечером настолько насколько необходимо для того чтобы обеспечить правильное натуральное звучание при этом у них чуть у них лучше базовой слоистость где-то такая вот приближающаяся к средней в целом это дает прекрасное насыщение обертонами и очень богатые насыщенные верхние частоты при этом количественно их у тут очень правильно выверено по крайней мере на мой слух их немного поэтому думаю что даже кроме там самых ярых в очи фобов проблем не будет но опять же это моя прикидка скажем для меня тут вообще нормально за других сказать не могу но что хорошо получилось у дуну это то что несмотря на то что тут вообще чисто арматурный у них правильная весомость и очень натуральные атаки с затуханиями в сочетании с хорошим разрешением это дает очень естественные красивые обертона обертона за всякие мелкие нюансы и в целом очень правильно сбалансированные верхние частоты это то что модели удается хорошо и в качестве примера для верхних частот pink флойдовский трек maroon атмосферный красивый со множеством всяких эффектов хорошо прописаны и это все обеспечивает работой верхний частотный диапазон но в целом дуну с и 6 с этим способом справляются без проблем по источникам им нужно где что-то хотя бы середины среднего сегмента то есть там фио м11 шанлинг м6 айбаса dx 160 ну и там вверх до условно до хибир 8 шанлинга м8 до вот этого вот сегмента у них есть потенциал в общем-то наушники действительно очень универсальные в плане роста если говорить о сравнениях буквально несколько моделей для того чтобы на что-то опереться это скажем не знаю фио fa9 наверное такой самый ближайший конкурент и по цене и по количеству излучателей всему остальному у фио немножечко детальнее но чуть менее весомые низкие частоты на середине у них фактически паритет полный по верхним частотам эти чуть натуральнее фио слегка протяжение ну и плюс у фио больше переключателей с возможностями тюнинга звука не то чтобы это был какой-то большой плюс в целом но иногда это может быть полезно что там у нас еще есть подходящего дуну дикей 3001 про они у них чуть меньше баса но он чуть более плотный за счет того что динамик но с меньшим разрешением а на середине верхних частотах они немного больше фокусируются на микроконтрасте давая чуть более такой вот холодное звучание не за айбасу айти 04 допустим у них тоже понятно более динам динамовый низкие частоты больше веса с меньшим разрешением они чуть агрессивнее на верхней середине и верхних частотах и тоже больше дают фокуса на микроконтрасте в общем модели там еще много я не буду сейчас пытаться вспоминать их все тем более что в комментариях еще будет куча вопросов если что то посмотрите комментарии может быть я там уже что-то с чем-то сравнил но если нет то можете задавать их там в общем-то действительно с 6 получились классной моделью и я понимаю почему многие по ним так скажем угорают то что очень натуральный тембра тембры как общем-то очень тембрально достоверный вот крутой аудиофильское выражение и очень натурально звучащий спасибо за внимание